В эфире новости в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте! В начале коротко об основных темах выпуска. Из-за лесных пожаров в Абыйском районе были эвакуированы дети, женщины и пожилые люди. Расскажем о пожароопасной обстановке в республике. Защитить детей от негативного влияния интернета. Юные нюрингринцы в игровой форме узнали о правилах безопасности пользования интернетом. Расскажем о полезной акции. Новый проект по благоустройству реализуют по замечаниям и пожеланиям жителей Олегминска. Подробнее о строительстве. На территории Якутии действует 67 лесных пожаров. Работы по тушению проводятся на 42 из них. Для борьбы со стихией задействованы 1568 человек и 121 единица техники. За сутки обнаружен один лесной пожар и ликвидировано 11 на общей площади в 40 тысяч гектаров. В настоящее время силы сосредоточены в Абыйском, Верхневилюйском, Вилюйском, Олегминском и Верхоянском районах. Так, с села Кенкюэль Абыйского района были эвакуированы дети, женщины и пожилые люди. Вечером запланирован вылет Ан-26 региональной группой лесопожарных сил, спасательные службы и МЧС России на борту. По населенным пунктам Верхневилюйского района, село Баракан и Эргет, наши службы также работают по двум населенным пунктам. Группировки усиливаются и надеемся, что мы эти населенные пункты удержим. И части природных явлений и в целом прогнозы погоды, к сожалению, они не утешительные. Класс пожарной опасности, пятый, остается по этим населенным пунктам. В Амгинском улусе с июня охотники принимают участие в проведении биотехнических мероприятий. С февраля 2020 года охотники, проводящие биотехнические мероприятия, могут получить внеочередные разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Также получить разрешение могут граждане, принимавшие участие в тушении лесных пожаров и оказавшие помощь животным, попавшим в трудную ситуацию. На сегодняшний день в рамках биотехнических мероприятий охотниками посеяно 3 тысячи с половиной гектаров земли, заготовлено березовые веники. Силами работников Амгинской инспекции экологического надзора будет заготовлено 3 тонны сена. В биотехнических мероприятиях участвует любой желающий. Там имеется у нас пальная система начисления баллов. То есть это поддержание и увеличение численности охотничьих животных, регулирование численности. Поэтому люди потихоньку втягиваются. На сегодняшний день у нас получат внеочередные разрешения около 25 человек. То есть это получается объем 30% от лужной квоты. Он будет полностью отдаваться гражданам, которые заключили с нами договора. В Якутии продолжается работа по адресной помощи участникам СВО и членам их семи. Так, оказана материальная помощь на газификацию 113 семья. 358 родителей военнослужащих получили помощь на санаторно-курортное лечение. Материальную помощь для выезда к месту лечения военнослужащего получили 308 человек. Реабилитацию в учреждениях здравоохранения и соцобслуживания 749 участников СВО и 1195 членов семей. Через центр занятости предоустроено более 300 человек. 120 направлены на профобучение. В текущем году ветераны боевых действий, участники специальной военной операции могут пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в лечебных учреждениях республики по месту жительства. В том числе в негосударственных медицинских организациях, которые участвуют в проведении диспансеризации населения. Для данной категории определен единый день проведения профилактических осмотров. Каждая суббота недели до конца текущего года. Учись работать в Якутии. С таким девизом в регионе функционируют учебно-производственные площадки или кластеры. Они занимаются производством и реализацией продуктов и услуг самого разного спектра. От сельхозпродукции до индустрии питания. Их масштаб и география охватывают не только столицу, но также намский и неренгринские районы. Цель проекта сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, чтобы выпускники могли быстрее найти работу. Оборудование, которое сейчас в Москве не делал, оно, конечно, такого не имеет. И федеральный музей, но что делать? Разные ситуации бывают, но тоже только здесь с коллегами с вами работают. Показатели основные действительно выполнены. С 25-го года в России возобновят индексацию пенсии работающим пенсионерам. Так, с будущего года ситуация изменится. Повышать пенсии будут всем пожилым россиянам. Вне зависимости от того, продолжают они трудиться или вышли на заслуженный отдых. Причем у утвержденного механизма увеличения выплат работающим пенсионерам есть особенность. Она заключается в том, что индексацию станут применять не к фактически выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все пропущенные повышения. В Дюбсюнском наследии у Салданского улуса планируют выйти к стопроцентному показателю по подключению частных секторов к центральной топительной системе. Для этого осталось построить теплотрассу длиной в 200 метров, к которым подключаются оставшиеся 10 домов микрорайона Алданский. Такие же работы идут и на других участках в зависимости от мощности котельных. На данный момент по всему селу вышли на показатель 60%. В республиканскую офтальмологическую больницу поступают пациенты со всех районов Якутии. Жалобы бывают разные, однако для удобства горожан в якутские районы завезли новое оборудование. Какое, расскажет Даяна Федорова. На нем работает медсестра. То есть мы сейчас так выскорили, что все с ним делают медсестра, попадают вниз и уже врач смотрит на все. Новое современное оборудование, которое демонстрирует главный врач офтальмологической больницы – оптический когеретный томограф. Техника сегодня важная подспорье в работе врача. Она буквально автоматизирует некоторые процессы. Теперь офтальмологам легче интерпретировать данные, ставить диагнозы и выбирать схемы лечения. Это очень важно, особенно для наших пациентов с сахарным диабетом, для пациентов с возрастной макулярной дистрофией. Это то заболевание, которое сейчас выходит на второе место по выходу на инвалидность. Первичная диагностика, раннее выявление позволяет затормозить процесс заболевания. И оптические когеретные томографы, они этому очень хорошие подспорья, потому что они как раз видят начальные изменения. На новом оборудовании важно уметь работать, получить качественный снимок и правильно прочитать информацию. Провести мастер-класс и поделиться опытом с якутскими врачами приехала Елена Зубкова, врач-офтальмолог высшей категории из Самары. Елена Юрьевна отметила, что на сегодняшний день первичная диагностика на оптическом когеретном томографе является самым востребованным методом в офтальмологии. Этот метод его сравнивают с гистологией, прижизненной гистологии. Здесь мы видим все слои сетчатки, соотношение между ними и минимальные изменения, которые возникают в сетчатке человека, мы можем определить с помощью этого метода. И по данным международных исследований этот метод используется гораздо чаще, чем привычный нам МРТ и компьютерная томография. И это основной метод, на основании которого принимаются все важные решения. Новое оборудование закуплено по программе развития офтальмологической помощи населению Якутии. В ближайшее время офтальмологическая больница ожидает поступления нового микроскопа для хирургической работы. Ну а в дальнейшем врачи-офтальмологи будут проходить еще большее количество мастер-классов, а больницы закупать новые оборудования. Даяна Федорова, Иван Саракоумов, Якутск. Юные неренгринцы в игровой форме узнали о правилах безопасности пользования интернетом. Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета активно работает над тем, чтобы защитить детей от негативного влияния интернета. Речь идет о профилактической работе, уроке безопасности, игры, акции и флеш-мобы продолжит Екатерина Павлова. Для чего создаются фейки в интернете? На какие сообщения в социальных сетях нельзя отвечать? Такого рода вопросы в игре формируют у детей навыки самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации. Это как настольная игра, только в большом формате. Они кидают кубик, переставляют фишки, мы задаем им вопросы, они на них отвечают. И тут вопросы многие детям могут быть незнакомы, они могут узнавать об этом много нового. Неренгринцев, воспитанников лагерей дневного пребывания, в игровой форме научили распознавать интернет-угрозы и деструктивный контент. Поговорили об анонимности в сети, опасных течениях и сообществах. Весь криминал и все неприятности перешли в онлайн. И оттуда они уже идут к нам. Поэтому надо именно там научить детей работать. Работать друг с другом, общаться, с кем можно общаться, с кем не общаться. И выводить их именно с онлайн, оффлайн, чтобы они могли вот так поиграть, познакомиться друг с другом, помогать нам проводить те же игры для детей. Профилактические мероприятия продолжатся как в летний сезон, так и в новом учебном году для того, чтобы дети были защищены от негативного влияния интернета и могли безопасно им пользоваться. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Неренгрин. На сегодняшний день существует ряд программ, которые позволяют значительно изменить облик населенного пункта. В первую очередь это республиканские и федеральные конкурсы и гранты. Кроме этого имеются договоренности с крупными компаниями, которые работают в районе или населенном пункте. О новом проекте по замечаниям жителей Олегминска смотрите в следующем материале. Налаженные контакты с крупной компанией позволили городу реализовать еще один проект по благоустройству. Рядом со сквером рубежевиков будет новый объект. За счет средств компании «Транснефть» в центре города обустраивается большая многофункциональная спортивная площадка. Здесь будет большое футбольное и совмещенное волейбольное поле с резиновым покрытием, а также зона с тренажерами, небольшая зона отдыха, тротуары и новое уличное освещение. Соседство со сквером не просто так. В дальнейшем здесь будет общая зона отдыха. Также подана заявка на благоустройство сквера на рубеже веков, который тоже будет являться частью нашего большого единого объекта в центре города. Ломать не строить, поэтому решено сохранить зеленую зону, а также реконструировать сам объект в виде памятной стеллы. И, что важно, здесь будет большое пространство для детей особой заботы. Сейчас идет бетонирование площадки. Подрядчик убежден, что работы получится завершить в срок. На данный момент все материалы завезены, работы идут. Вы сами видите окончание. Вот осталось полторы полосы из шести. Следующая будет укладка тротуарной плитки и установка опора освещения и освещения. Конкретно эта площадка должна встретить посетителей к дню города. Да плюс к этому времени ждут известий о результатах конкурса, который позволит реализовать проект в целом. В рамках нашего разработанного дизайн-кода сейчас нами подана заявка на сервисовский конкурс малых городов и исторических поселений. До конца августа мы ожидаем, надеюсь, положительного решения по нашей заявке. К этому часу это вся актуальная информация. Смотрите итоги дня на телеканале Якутия 24 каждый день в 20 часов. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok